Ключевое слово «преодоление». Если ты себя преодолеть не можешь, как ты повернишь сопернику? Мы-то все знаем, что у него сломанная рёд. Выигрывать со сломанными ребрами – это практически нереально. С весны до осени он руку не мог поднять, а на Олимпиаде бороться. Успокоился? Успокоился, нет? Не секрет, что люди иногда просто не выходили на ковер, когда узнавали, что попадали с ним в пару. Рукопожатие Карелина такое крепкое, что тогда даже страшно становится за его противника. Это уже репутация, это такая совокупность, это уже такая сказка, миф. «Александр Карелин – Советский Союз. Феррангел – Гуровский, Болгария. Пересчёт на саду пока не в нашу пользу. Больберить – это жизнь. Поигрывает тот, кто не пытается». «Спасибо. Не спеши только, дорогой. Отлично! Вот сейчас мы можем праздновать и поздравить наших болельщиков четвёртой золотой медалью на дамах Олимпийских игр, а Пашу Карелина – первой своей золотой медалью Олимпийского чемпиона». «Я вам могу сказать, вообще жить под напряжением – это не только интересно, но это же очень обязывает. Тем более, когда живёшь на обозрении. Тем более, когда за тобой целое государство. Это сейчас она собачилась оговорить, представляете, а раньше. С таким же лицом, ну, намного хуже, конечно. Сейчас я под оброс. Сейчас Луналикин стал уже. А тогда-то ещё аскетичная совершенно рожа, глаза ещё глубже посажены. Вот. Простой сибирское такое кирзовое лицо». «А русский сила есть, ума не надо, да?» «Да». «Есть, а я пора уже». «Что поделать, если ты крупный ребёнок, что мне теперь?» «Я родился пять с полной килограмм». «К нам в школу Саша пришёл в третьем классе. У всех ребят было недоумение на лице. Они никак не могли поверить в то, что такой большой и рослый мальчик и вдруг будет учиться среди них. он тогда всецело уже был влюблён в спорт и попал к знаменитому тренеру нашему, Виктору Михайловичу Кузнецову. «Подвернули, натащили, отрыв хороший, подворот, отрыв…» «Вот опять раз пошли, при котором…» «Он, естественно, отличался от всех остальных. Где-то метр семьдесят три, семьдесят три килограмма. Это в тринадцать лет, но это редко. Притом сам по себе такой он был более худощавый. Если ребят есть некие пухленькие, они поломненькие, а этот такой вот именно… Ну, выделялся среди них». «Угловатый парень на тяжеловес не очень был похож тогда. Он бросал из глаза его трудолюбие, умение анализировать все, что происходит на ковре». «Мы зашли, он поздоровался. Мы все поздоровались, он поздоровался. И дальше все, он нас уже не видел. Он делал свою работу, он занимался. У нас тренировка почти шла от полутора до двух часов. Мы пришли, он занимался, мы ушли почти два часа. Мы уходим из зала, помылись. Он еще сидел, он еще занимался. Вот это самое первое, что бросило с глаза. Весь мокрый, в мыле. Я и тогда, и сейчас предпочитал быть сильным. Техничным это точно не про меня, потому что, ну, там, что-то рип корявеньких приемов, да, но очень убедительно сделано. Удивительная история. Вроде места занимаешь много, а получается все у тех, кто намного меньше тебя. Ну, какие-то простые такие истории, там, подтягивания, приседания. Те, кто покомпактнее, они же более быстро формируются. У него первое соревнование, когда он тут у меня прозанимался, месяца, наверное, четыре, первенца города. И вот он вроде бы все нормально, а в финале за первое место там ему надо было бороться. И он травмировался, у него двухсторонний перелом там ноги. И вот такая травма сразу, только начало это самое. Пришлось там в больницу, на вытяжке месяц на нем пролежал. Ну, тут естественно, а он как раз учился, заканчивал восемь классов. И полгода вот в этом веселом состоянии, сначала на вытяжке, потом на костылях, с таким далеко не элегантным гипсом во всю ногу. Я же не знал, что сказали, потому что нога будет кривая. Мне же это родители моим объясняли, я же несовершеннолетний. И потом, когда папа одним, даже не предложением, а одной фразой очень короткой сказал, он был хорош, но сам решает, он уже взрослый. На вопрос с Кузнецова, можно ли его забрать в лагерь, после того, как он на костылях заканчивал восьмой класс. Папа сказал, давай. Поедешь? Да, я хочу. Все, езжай. При этом он, я не могу сказать, что он является каким-то там кипучим поклонником до сих пор талантов Виктора Михайловича Кузнецова. Там тоже своя история, своя конкуренция. Жесткая, категоричная, десятилетиями сложившаяся до сих пор. Но он сказал, иди, потому что как у всех должно быть. Ты должен это прожить, ты должен свой выбор сам пройти, цену ему заплатить полную. Это я сформулировал достаточно ковотко. А тогда было все просто. Папа разрешил, мама не смогла этому возразить. Виктор Михайлович сказал, добро пожаловать. И я на костылях припрыгал, ходя из моего автобуса, сел и поехал в этом городок, в общежитие номер четыре Новосибирского государственного университета. И с ребятами вместе был в лагерь. Представляете, вот этот огромный такой человек с огромной грудной клеткой, когда он спит на спине, так скажем, мягко говоря, да, идут звук из грудной клетки такой тяжелого медведя. Такое... Ну, на сборах столько лет прожить в одной комнате, конечно. У нас были любимых три времяпровождения. Это, значит, магазин головных уборов. Ну, учитывая разногабарительность нашу очевидную, вопиющую, да. Приходили, сначала пытались на него найти шапку, потом на меня, соответственно. Потом это книжный магазин. Ну, и чтобы уж совсем изразделило юмор. Это магазин мануфактурный, который продукции. Там рубашки, пиджаки. Вот. Ну, мы начинали с рубашек, потому что если все остальное можно было подобрать. Сане по росту, понятно, надо в детский мир. Вот. А мне когда говорили, мы можем зато вам рубашку подобрать. Я говорю, хорошо, пятьдесят третий размер воротник. И вот тут они так начинали курситься. И мы куда-нибудь приедем, у нас обязательно был такой вот тест. Ну, так вот открыто не говорили у них никто, но так вот между собой. Мы его так и называли, асфальтовый кладчик. Из-за того, что он выиграл всех, складывал их, как мы говорим, штабелями. Аккуратненько все. Асфальтовый кладчик, может, это какой-то вольный перевод с английского. Потому что раньше меня преследовали такие термины, как там, я не знаю, там, сибирский медведь, русский зубр, там, еще что-то такое. В общем, я должен производить, были такие ужасающие впечатления. Вот. Вот. Поэтому не надо все-таки пересчитать эту часть информации о себе. Я как-то так не являюсь своим яростным поклонником. Поэтому, поэтому от вас я очень многого узнаю. Едем с тренировки в набережной Челны, под 40 градусов жары. Мы все мокрые, уставшие. В автобус зашли, купили в киосках минералки попить. Стоим, ну и Сан Саныч стоит потихонечку, вот так пьет. Мужчины так на него все смотрят. Все, весь автобус смотрит на нас. Я маленький, он большой. Я еще его увеличиваю своим маленьким. Да, я сейчас более такой крупненький. Но тогда я был очень худенький. И вот он, он такой огромный, стоит исполин, как мы говорим, и пьет минералочку. Подходит мужчина к нему и говорит, извините, пожалуйста, а можно посмотреть? Он говорит, что? Бутылочку. Покажите. Он ему показывает бутылочку, он берет эту бутылку. Говорит, да нет, нормальная. Он говорит, что? Додумал, говорит, маленькая. А у него такая вот рука, он ее держит, там горлышко и дно. У нас же такой вид спута, которому в интеллектуальном начале вообще отказано чаще всего обсуждение. Он очень много читал всегда. Я как всегда простынкой накрывался и говорю, Саша, спокойной ночи. В это время горит свет, играет магнитофон, и он читает. Мы включали тресери. Через минут десять я уже почти все уснул. Саня, Саня, смотри, послушай, послушай. Вот-вот-вот, смотри, момент хороший. Идиот, я помню. И вот он начинает мне перечитывать этот момент. И я, ага, да-да, классно, хорошо, здорово. А ему вот он понравился, и он его перечитывает. Вот смотри. Друзья мне подарили очень редкое издание по нынешним временам, прижизненное издание Достоевского. Маленькие книжки такие, с моей ладошкой, карманные. И гипотетическая возможность, что Федор Михайлович пытался узнать свои тексты, в том, что вышло уже под редакторой. Она так немножко, конечно, будоражит воображение. Я тоже в какой-то степени удивлялся, что даже вот юмоши еще, вот это как бы к знаниям, по знанию. Вот и учились, и в техникуме он учился. Где-то что-то на сборах круглый год, да, приезжали. Он все равно в техникуме даже вот удивлялись, что так и так вроде на сборах тут учатся круглый год и сдать не могут. А этот приезжает вроде, не учится совсем, а все равно сдает. Но у него вот это было как-то. И он везде с собой на сборах и вот учился, и заводчинно учился. Все равно брал, читал. Мало кто так этим занимается, но вот у него было такое. В сборной был капитаном где-то. Английский этот, никто ничего не знал. Время через него все переводили. Я был такой беспокойный капитан. То в театрах поволоку, то на концерт куда-нибудь. То в Астрахани живем непонятно где за городом. Я организую, если не автобусы, а местных борцов. Обзвоню быстренько, уже телефоны благо были. Все, нам приданные эскадрильи автомобили расселись. Сколько вошло, поехали. А потом читаю, смотри, Володя Кузьмин приезжает. Ну, соответственно, на кассу навалились. Надо купить билетики надо. Несмотря на то, что дефициты. Мы пришли все команды. Потом понятно, учитывая навыки, полученные на ковре. Порвались за кулисы. Приобрели подарочные диски. То есть мы так не закисали. У нас же очень командный вид на самом деле. Хотя мы все эгоисты, индивидуалисты и тенобовцы. Каждый хотел у него выиграть. Каждый мечтал у него выиграть. Это безусловно. Он всегда говорил, хотите выиграть меня? Тренируйтесь больше меня. Я говорю, Санечка, ты же всех выиграешь. Уже все практически понимают, что им тебя не догнать. Он говорит, почему? Пускай тренируется больше меня. Есть чувствительные борцы, а есть нечувствительные. Но это не только тактильные ощущения. Это предвидение. Это кусочек предвидения у человека есть. То есть он понимает, что будет делать его соперник в следующую минуту. Он делает приемного раньше, чем он об этом подумал. Эта чувствительность, она у нас тоже имеет свои не слишком описанные проявления. То есть это не просто нейроны, моторика, рефлексии и все остальное. Поэтому философия, поэзия – все сразу. На чемпионате мира в Афинах итальянский спортсмен отказался встречаться с вами в финале. И так вы стали чемпионом. Как вы относитесь к такой победе? Ну что, украл у меня возможность. Я же должен был продышаться. У нас с ним разные подходы к жизни. В каждой схватке я должен быть утомленным, но готовым. То есть я должен продышаться. Тело, я должен быть убежденным в своих кондициях, умениях. В том, что руки у меня крепкие. В том, что ноги меня не подведут. В том, что все нормально. Без кислородной подушки я могу передышать любого на ковре. Он вышел и все – бац! Я разминался, разминался. А экзамен не получилось сдать. Что после этого остается? После этого, кто бы чего ни говорил, никому не верил. Я вам могу сказать, что остается – неуверенность. После таких подарков остается неуверенность. А потом появляется ощущение, что тебя провели на мякине. Что ты попался на подвох. Не заметил его сразу, принял. А нельзя было этого делать. И тогда я не делал тренировочную схватку. А когда возникали редко случаи впоследствии, я обязательно шел и боролся после этого. Вместо этой схватки на ковре я боролся за кулисами. В тренировочном зале. Шел и делал нормальный спаринг. Это какая победа, когда борюсь. Это на самом деле процесс борьбы. И когда тут выиграешь, а ты здесь вышел, отказался. Что тут? Я тут слишком такую не рассматриваю. Ну и на ваших экранах Александр Карерин. Ну, легендарный человек, легендарный боец. Двукратный олимпийский чемпион. Шестикратный чемпион мира. Шестикратный чемпион Европы. Все чемпионаты Европы и мира, на которых он только участвовал, во всех он побеждал. Даже два чемпионата мира он провел в финальной поединке с травмами серьезными. Шестикратный! 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 Перед чемпионатом Советского Союза как раз у нас сбор проходил в Астрахани. Заключительный. И он тут как раз тоже травмировался, получил сотрясение мозга. Потом приличный. Бросал там и упал. Потом у меня после этого такие спазмы там были, что вообще я хотел вызвать скорую. Он говорит, скорую это наверняка отвезут уже к какой-то союзу и все прочее. Вызвали врача. Врач посмотрел. Говорит, надо ему не еле отлежаться, а потом уже там видно будет, что как. Ну, вот с таким настроением мы начали выступать на чемпионате Советского Союза. Мы в финале, когда вот с Растородским встретились тут, ну, естественно, Растородский его все время чисто психологически побавился. Ну, со счетом где-то вот 3-0 он вел. И когда вот этот партер его поставили, он его вытащил, его забросил на пить, положил. Это вот за 2-30 где-то, за 2-30 он выиграл 8-0 и положил. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Он же никогда не жаловался ни там. Там больно, трудно. Когда он начинает тем миром, сломал ребра. Прям, ну, реально, в первый там приехал, сломал ребра. И потом, когда с Юхансом он боролся, его давний соперник, и он отборолся в схватку так, Сан Саныч, что Юхансом после схватки сказал, Карелин врет, Карелин обманут. Он специально пустил слух, что сломал ребра, чтобы меня усыпить, мою бдительность, усыпить бдительность всех своих соперников. Это его хитрость, он пошел на хитрость. Они могут порвать реально диафрагму. Вот эти ребра, они же сломались, и они могут где-то раз, они не так встал, и сломают, рвут диафрагму. Ему говорят, снимайся. Нет, я потихоньку, он так вот, когда мы видели, мы-то смотрим, он борется в высоту. Раз, встает, и дальше борется. Раз, встает, и дальше борется. Он капитан команды, он показал всем, и мы-то все знаем, что у него сломанные ребра. И, понимаете, вот у нас, он дальше борется, выигрывает, ну а нам как? Мы знаем, как выигрывать со сломанными ребрами. Это практически нереально. Невозможно. Я, кстати, на этом же ЧМ я сломал тоже ребра, только в финале. И я стал вторым. Я не смог. Я в финале сломал, а он сломал в первой схватке практически. И весь турнир, весь ЧМ прошел, выиграл со сломанными ребрами. Доктора говорили, все, ложку, может быть, потом, месяцев через девять сможешь держать эту руку. Или там нога будет кривой, не сможешь навелить, если не то, что на ковер выходить. А у меня как раз там поднакопилось ребрышки, рука, нога. Ну и, в общем, одно за другим. Поехала, поехала. Как-то и все это стало, когда все вместе. И сейчас же просто возьмите вам медицинский справочник, сколько нужно останавливаться после перелома ребр. Полгода. Если я их тринадцать раз ломал. Посчитайте, из моей, кто-то говорит, продолжительной спортивной карьеры семь с половиной в Индии. И ничего не останется. Очень трудно объяснить одним словом, что такое Саша Карелин. На ковре он такой, какой в жизни. Однозначно. Знай о том, что даже если у него есть превосходство, он всегда сделает так, что вы чувствовали себя на равных, разговаривали, так же смеялись, так же улыбались. Хотя при всем при этом и вы понимаете, и он понимает, что он в этом сильнее. Он такой, какой есть на ковре, такой в жизни. На такое количество побед, помимо патриотизма, что вас еще вдохновляло? Что вами... Жадность. Жадность, муратик. Жадность. Вы пробовали быть лучшим, нет? Когда получается приятно, а теперь представьте, когда ты получаешь себе признание в команде, в лучшей команде мира. У нас был состав 10 весовых категорий, 4 олимпийских победителя, 2 прижева и еще 7 чемпионов мира. В такой команде находиться-то приятно. С ними просто бы пофотографироваться. Объяснил? Давай, пускай Санька представит. Сань, представляю. Перед вами лучший из лучших советских борцов. Один из самых титулованных борцов современности, который стоит в команде, как столб, на который вешают медали. Михаил Мамиашвили. Дважды признан лучшим борцом мира в 85-88-е годы. В финале на Олимпийской одержал фантастическую победу, которую от него не ожидали даже лучшие специалисты классической борьбы. Его фотография в финальной схватке обошла все ежегодники 88-го года. А я с ним запросто. Перед телекамерой два олимпийских чемпиона. Я был очевидцем. Я счастлив этим. Еще был очевидцем. И многие-многие мои друзья по сборной Советского Союза, мы были очевидцами, какого труда, каких усилий стоило ему действительно добиться того, что он так эффективно доминировал на борцовском ковре. Два брата. При всей своей мощи, которую он демонстрировал во время многочисленных побед, я не помню ни одного случая, чтобы он травмировал человека. Реализуя себя в этой специализации, человек преследует две вещи. Он учит себя эффективно побеждать, первое, но побеждать жестко регламентированными правилами. То есть, свод правил очень жесткий. И поэтому человек вот с первых шагов на борцовском ковре, он понимает, что есть сила, есть технические возможности, но они применимы только, подчеркиваю, только по жестко регламентированным правилам. Эмоциональная свежесть. Это главное. То есть, говоря о том, что дисциплина, а не эмоции, вот в этом главное. Я, в общем-то, в последнюю схватку поиграл в своей спортивной деятельности только потому, что не хватило этого эмоционального состояния. Не хватило. ни дисциплины, ни характера, а именно эмоции, чтобы переключиться, взорваться. Фон в порядке, но к фону нужна всегда способность на вспышку. и все. Бах! И все. Бах! И все. Бах! 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 Вы должны понимать, что все мои поражения были катастрофическими. Я вот даже сейчас начинаю говорить, у меня отсутствие ложь шевелится на голове. И здесь я не знаю чего больше. Я думаю, что все-таки это уже характер папин. Вот это здесь та часть импульсивная, резкая, даже не колючая, а бронебойная, наверное. Все мои поражения были катастрофическими. При этом я должен признаться, что я всегда плакал. В том числе и после завершающего своего поединка в 2000 году, когда проиграл бесславно американцу в финале Олимпийских игр, всегда плакал. И Виктор Михайлович никогда мне сопли не вытирал. Он никогда не пытался меня утешать. Он говорит, вот видишь, есть над чем работать. Я сейчас сокращаю. Он, конечно, все это говорил длиннее. Но если выводить суть, итогу, вот под этой чертой сумму, именно так. Ты понимаешь, почему это произошло? То есть он не говорил, не терзай себя. Даже папа мой пытался меня утешать после Олимпиады. Виктора Михайловича нет. И я ему за это, сейчас уже как просто борец, а борец не действующий, я могу сказать, что я ему за это благодарен еще больше. Серебро, хоть это, конечно, как Саша его не считает, но некоторая всю жизнь занимаясь и получает быть серебряным призером Олимпийских игр, для него это вообще потолок. Вот, ну а здесь как бы не привыкли, когда все три Олимпиады, все-таки выиграть, и тот старым, хотелось четвертым, но иначе как. Ничего, чего тут жалеть. Тренеры уже бывают нескольких категорий. Есть те, кто хорошо организовываются, организаторы. Ведь для них нет потолка, они вселенских возможностей люди. Если возможности спортсмена к этому располагают, то есть они могут все решить. В советские времена вплоть до квартир и всего остального. Ну, чего бы. Есть тренеры, которые являются пионер-важатами. Ну, я. Может быть, не самое корректное сравнение, но об этом речь. То есть они ведут за собой. Вот с ними как раз обсуждают все. Начиная от юношеских прыщей, там, продолжая все остальное. А есть тренеры, которые учат побеждать. Никита, там, борись, они стоят. Стоишь, там, руками машки стоишь. Ни захваты, ничего, никуда там. Которые никогда не заигрывают с воспитанником, которые никогда не поставят отношения с учеником в состояние дрессировщика и цирковой собачки. Сделая хорошо, получишь кусочек мяса. Никогда. Которые вместе ставят какие-то такие вот, несложно сформулированные, да, но приносящие свои результаты, задачи. Вот шеф Виктор Михайлович, он относится вот к этой категории в моем восприятии. А он же никогда не кричит. И чем напряженнее и сладко, тем более зловещий и тихо звучит его голос. Зловещий, потому что надо, он отрисован только одному человеку, он никогда не производит дешевых эффектов. Там, не бросает полотенца от пол, там, не начинает материть судей, не дай бог. Или, там, я не представляю, чтобы Виктор Михайлович Кузнецов, например, там, в сердцах ударил, там, или в порыве эмоций даже не ударил, там, оттолкнул своего воспитанника. Я не представляю этого. Я тогда думаю, белки-палки, вот как же так, я хоть могу там вспотеть. Ну, понятно, усилиями, тренировкой выходит все это. Могу побалагурить пойти. А он сидит вот обо всем, об этом думает. Потому что на меня же он не может вывалить весь ворох информации, сомнений, напряжения своего. Поэтому все, что он предлагал, я делал. Видимо, поэтому и предлагал мне все немножко иначе. Понимая, что я ответственно к этому буду относиться. Пришли, вот тебе всю хрестоматию показали. Все, там, у нас группа приемов не очень большая. Переводы, три разновидности. Броски через спину с подворота, там, броски продивом. Тоже, ну, в общем-то, и все. Так вот, если разобраться. Но когда посмотришь на даже не радугу, я не знаю, а неограниченного спектра вариации, кто как делал, там, под особенности, под еще что-то. И он мне, там, выбрал для себя, там, ключи в партии. И вот после этого начинается работа. То есть до этого только дисциплина, а после этого начинается то самое творчество, которому очень многие со стороны наблюдающие считают, что в борьбе места нет. Не сгибайся, не толкай его, подходи ногами близко. Подходи ближе ногами. Ну, аккуратнее, осторожнее. Он как бы этого и не знал, что такое аккуратнее, осторожнее. Мы с ним ставили всегда бороться за последние секунды. Все время атаковать. Ну, вот обратный поиск, который со мной созвучен. Хотя я же один из тех, кто его делал. Он мне приходит, говорит, вот ты им раз обхазала. Посмотри, вот так делал. Я вот был с ним на динамовских сборах. Вот он сделал вот здесь вот так, здесь ноги вот так ставят. У него такая книга, тетрадка. Все это рукописно зашифровано, потому что с разбегу не разберешься. У него такой почерк колючий достаточно уже. Вот. А вот Витя Рудак, видишь, который с тобой в одной команде, Красноярец. Посмотри, как он делает. Он делает с колен, но поднимает на плечо. И вот он, как бы, дав выбрать, да, ты считаешь, что у тебя уже все получилось, а он на этом все тебе вываливает такую огромную вариативность, неимоверную. О том, что ты можешь пробовать. Он никогда не пытался понравиться ни ученикам, ни руководству сборной команды. И если его методика, его взгляд на борьбу приносит результаты, то, значит, он имеет право говорить об этом и на этом настаивать. Все. Вот и как-то так. Говорят, что тренер – это второй отец. Вы согласны с этим? Ну, в какой-то степени, как он и сам говорит, Саша, отец есть отец, родители есть родители, да. Ну, тренер – это тоже, я считаю, тоже близкий человек. Это, в общем-то, когда вот так все столько лет, вот как 19 лет, мы все время вместе, все сборы, все соревнования, да, я дома меньше там видел, и семью, и все прочее. Конечно, тут уже, в общем-то, небезразличные все становятся, мы уже как-то тут более так близкие как… Вот. Вот, поэтому тут сравнивать с родителями тут нечего, но, в общем-то, на самом деле, вот так, пройдя такой путь, и это самое… Тем более еще много, значит, отношений друг к другу. Тут по-разному же спортсмены поступают и переходят, и там пишут всяких, и мы… Вот, как бы, я у нее единственный тренер, это обо многом говорит все. И поэтому, естественно, вот эти отношения, ну, это для меня он близкий человек. У меня более категоричные отношения моего папы, здравствующего, и тренера. С тренером у нас отношений очень не к тренеру. с папой, отец и сын. И так получилось, что из-за категоричности папы моего, из-за особенностей природы и как человек Игоря Михайловича, у нас этих накладок не происходило. Я с каждым из них разговаривал ровно о том, насколько это положено. С тренером я говорил о борьбе, с папой говорил о иных проблемах. Большую часть проблем я обсуждал сам с собой, честно признаю. Я сейчас предпочитаю точно так же делать, не перекладывать ни на кого этот силос, который здесь у меня на чердаке. Поэтому именно так. Наверное, году в 90-м мы поехали на турнир в Швецию. Там борьба очень популярная. И пришел мужчина такой артистический. У него вызывающих размер объективы. Сумка через плечо на поясе. Такие патронташи с этими разновеликими объективами. Вот. И он мне, значит, у него такой конверт. Все красивенько открывает, достает. И там на основе фотография. Черно-белая фотография, где я тащу обратно на 80-е основы на Олимпиаде. Лицо искаженное усилиями. Ну, понятно, мышцы напряжения очевидного. И он мне сказал, что благодаря этой фотографии, Саша, я на этой фотографии заняла, значит, я не помню какое место, на международной выставке под названием «Желание побеждать». Ну, я, соответственно, красивая фотка напряжения, экспрессия. Тем более черно-белая. Совершенно долговая жизнь, да. Я ее в конверт привез домой. Открыл, поставил. Родители пришли с работы. Прихожу в странировки. Мама сидит, плачет. Я говорю, ты что платишь-то? Она говорит на «вы», при том, что я к ней обратился. Она говорит, ну тебе же здесь больно. У тебя, видишь, как лицо искажено усилием. Я говорю, мам, ну зачем ты так себя увешь? Ну, как любая мама. Жалко. Жалко. Она увидела еще эту рожу искаженную усилием. Она говорит, ну это же… Ну, а папа довольный сидит. Он говорит, да это не усилие, это он злой такой просто. Ему-то… У него дуги немножко оценки, да, в… В подходах, видимо, во всех. А мама, ну что, заплакала. Хотя она была очень строгая, светлая память. Очень строгая женщина. Строгая и… Наверное, вот этой категоричности невидимой, которая очевидна в проявлении. Вот которая в дисциплине, в последовательности – это все-таки от мамы. Музыка На похоронах у своей родни не было никогда до возраст, когда не стал совершеннолетним. Детей просто никогда не брали на похорон. Никогда. Я приехал на похорон как раз к своей бабушке уже. То есть в осознанном состоянии, сам за рулем, к той самой Галине Лизаровне, которая меня воспитывала. Вот ухи русской педагогики. Идти туда по спине. Все такая маленькая, крепкая. Это потом, когда я не стал, я увидел медаль ее за труд в тылу. Труженьки тыла. И не одну при том, что… Потому что муж, который погиб, представляете, дети, которых она одна воспитывала, потеряла половину из них. Троих воспитала, они выросли, выжили, выросли. Я вот иногда разговариваю, когда беру на себя такую смелость. Авантюрную. И говорим, чего у тебя болит, палец болит? Горло. Сейчас иди. Выиграй у него. Через вот эти даже обморочные усилия. Но они же все знают, что ты сейчас в уязвленном состоянии. А когда ты у них выиграешь, ты поймешь, что даже в этом состоянии, с изъятиями, ты можешь выиграть. А они поймут, что ты какой-то ненормальный, потому что ты даже в больном состоянии. Если ты будешь здоровый, звонкий, что ты с ними сделаешь? Что, как та лиса, пойдешь трепать, что клочки полетят по закоулочке? А когда люди наши ползли, когда у нас, вон, здесь вот стоит 500 метров отсюда, бюст Александра Ивановича Покрышкина, сын сибирского кровельщика и племянника кровельщика. Когда он на деревянном самолете побеждал этих немецких асов. Что, у него не было мыслей, что ли? Каждый раз отрываясь, просто он упадет, он сгорит. Я уж не говорю там про наших героев сибиряков. И у меня дед один пошел на срочно, остался в кадровой. И в первые дни войны погиб под ржавом. Второй прошел всю войну. Пришел домой, отрываясь. Ну, а я же книжки любитель читать. А когда ногу сломал, времени много. Ни в школу, ни в техникум ходить не приходят. Это же вот костыль нога, а ходить-то не. Извините за выражение. Так пешком идти 20 минут. Соответственно, на костылях не доскачешь. И когда все это читаешь, там, когда читаешь об этих людях, удивительно. Прийти и сказать, что там что-то у тебя сломалось. Я всегда задумывался, почему мне это дано. Почему мне везет. Ну да, усилия, да, я старался. Но кто-то же мне это дал. Остальные же не смогли. Я понимал, что кто-то это предопределяет. Кто-то же в меня это зернышко. Родители? Ну, конечно. Но и кроме них еще есть кто-то. Когда меня крестили, я не очень детально помню эти подробности. Но у меня с детства такая часть мировосприятия, как крестные и крестные, с объяснением, кто эти люди. У нас здесь это называется Лёля. Лёлька. Маленький обращается к своим крестным именно так. Такой короткий позывной. У нас дома не было бажнички, не было икон в красном углу. Крестики носили, да. Но не показушные, не поверх рубашек. Ну, а потом мама еще. Мама же у меня человек вообще уникальный. Год Портов в первичке, зам профсоюзной организации. Год профсоюзный лидер, зам Портова. Активная все. И при всем при этом все достала из коробочки. У нас там шкатулок не было особенного. Из коробочки достала, крестик объяснила, почему на веревочке. Борьба внутренняя – это самое главное для христианина. Борьба с самим собой. Мне очень однажды понравилось, как Александр Александрович сказал, очень тяжело себя заставить встать с дивана. Когда ты заставил себя, ты победил себя. Нечто подобное. Мы всегда эту борьбу ведем с самим собой. Я сейчас не готов разделять свое комсомольское прошлое. И то, что я православный и крещеный человек. Я не хочу это разжирывать. Я даже не пытаюсь этого делать. Потому что это слишком сложно объяснимо и может еще больше запутать. Это данность. Вот и все. Но в том, я считаю, что и наша непонятная всему миру русскость. Потому что мы можем объединять труднообъединимое. Ну а учитывая, что я парень заметный. Я мог там познакомиться с батюшкой. Мог оказаться в Сергеевом Посаде, в Лавре. В Киев приехали кто куда. Но я же не только книжки, а вкусные, здоровые пищи читаю. Пойдемте, могилу Столыпина посмотрим. Пойдемте в пещеры. Сколочу живописную группу, вот пошли путешествовать. Тренируемся всю неделю. Думаю, не слушай, пойдем мороженого поедем. Да нет, ну пойдемте еще немножко досмотрим. При том, что я не могу сказать, что я очень любознательный человек, честно признаюсь. Но я, видимо, и тогда и сейчас понимаю, что у нас есть пробелы, которые не должны... Они нас делают слабее, эти пробелы. Как-то трудно объяснить, что такое Саша. Вот куда бы ты с ним ни пришел, везде совершенно люди начинают улыбаться, кто даже не улыбался лет 30 ближайших, и в будущих тоже. Ну вот, я даже не могу описать. Возможности, чтобы просто пройти с ним, нету. Вроде облипает его со всех сторон, начинаются... Причем он настолько... Насколько он и большой, настолько он и сладкий, в моем понимании. Он все время не отказывает, все время со всеми будет разговаривать, будет давать интервью. И это будет происходить бесконечно, пока ты не возьмешь его за руку, не скажешь, Саш, мы опаздываем. Матур идет. О, красиво. Да, есть. Идем. Александр Александрович, вы сегодня видели восхищенные глаза ребят, которые смотрят фильмы. А это каково представлять фильм про себя на фестивалях, а потом вместе смотреть его со зрителями? Вот в таком порядке сложно очень представлять, смотреть. А здесь все было намного проще. Увидеть восхищенные глаза. Они только что кино посмотрели, я вышел практически на поклоны. Поэтому здесь для меня ли это легче? Для меня это легче переносится. Тем более у меня нет очевидного испытания для того, чтобы переживать еще раз то, что там происходит из-за себя, из-за своих товарищей. Поэтому сейчас было проще. Представлять чуть сложнее. Мы же первый показ пригласили ребят, воспитанников школы. По понятным причинам борцы, гимнасты, плосцы, баскетболисты. Ну, в общем, кто есть с кем дружим, те и пришли. И ведь каждый из них, из этих ребят маленьких, они спортсменов уже. Они же все уже специалисты, тренируются. Я понял, что этот фильм не зря. Я согласился, чтобы его снимали. Потому что у каждого из них возникла простая мысль. Буду хорошо тренироваться, про меня тоже когда-нибудь покажут кино. Только этой затеей мне это кино уже понравилось. Здравствуйте! Здравствуйте! Без спорта какой? Вольная борьба! Товарищи, вольники в зал. А что вы в боксовках на земле? Ну что, сейчас быстро идите ноги вытирать тоже. Вышли. Товарищи, быстрее в зал, быстрее. Бегом, сейчас начнется. Бегом! У всех великих спортсменов есть жизнь после спорта. И она по-разному складывается. И не все могут себя найти, реализовать второй раз. Найти в себе силы, не почивать на лаврах. Вы бы видели, как его встречают дети. Карелин как магнитом притягивал к себе внимание 200 школьников, их родителей, учителей. Обязательно размяться. Всегда есть два выбора. Снизу ты разминаешься с голеностопов до ушей. Или с рук до голеностопов и опять до ушей. Почему я так намеренно говорю про уши? Для борцов же уши очень важно, так ведь нет? Мы ведь ими не только слышим. Это ведь наша визитная карточка, так ведь нет? Видите, у меня уши не сломаны. Сказать почему, нет? Разминали. Молодец. Потому что я их всегда разминал очень тщательно. И на этом очень много убирал себя в волнении. Ну и конечно, когда выходили бороться, я их прижимал всегда. Хоп! И все нормально. И люди соскальзывали с ушей. Понятно. Но если завершить, чтобы так легко настраиваться, надо вот на этом ковре, на тренировочном, каждый день выкладываться. Если ты не умирал здесь, то ты никогда не перешагнешь через себя и через соперника и через нежелание судей. Никогда не сможешь ничего сделать. Вот здесь. Когда ты здесь честен к себе и к тренеру, там легко настраиваться. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дело было даже не столько в нюансах техники, сколько в том, что вот эта живая легенда приехала. У каждого из детей, от первого класса до десятого, осталась какая-то частичка этого тепла, внимания, этого достоинства, такой настоящей русской силы. Александр Кэролин от Советской Юнии. Александр Кэролин от Советской Юнии.